Всем привет! С вами Свят. Погода за окном полное говно. Вчера было выпито довольно много. В общем, идеальные условия, чтобы поговорить сегодня об вот этом недоразумении, об этом фокапе моего любимого производителя Logitech. Так, гарнитуру я купал где-то год назад. Это была первая моя именно радиогарнитура. Вообще, кстати, у меня наушников там штук 20 всяких разных. Вот это были именно первые мои радионаушники. Не буду сейчас рассказывать, зачем радио, когда есть хорошие, дорогие проводные. Ну и это у нас за скобками. Соответственно, когда покупал, попались вот именно эти уши. И причем они попались там по скидке. По какой-то скидке там, я не помню. Но в общем, купил я их тысячу на пару дешевле, чем их была регулярная цена в тот момент. Поэтому взял сразу, не думая. Опять же, там, под впечатлениями, год назад опубликовал видос, где я рассматривал настройки софта. В тот момент еще Logitech сейчас G-Hub, а тогда был гейминг-софтвэр там. Ну, в общем, видео есть на канале. Кому интересно, посмотрите. Вот. Но что по итогу годового использования? По итогу годового использования полное разочарование в данной продукции. Какие у нас вообще требования применяются к наушникам и к гарнитурам, в частности, да? Первое, это они должны комфортно, нормально сидеть, хорошо звучать, да? То есть, мне должно быть все слышно. Ну, и поскольку это гарнитура, еще требования к микрофону, да? То есть, как бы микрофон тоже должен быть на высоте. По крайней мере, всего мы этого ожидаем с вами, когда покупаем как раз подобные девайсы, да? То есть, и за, кстати, немалые деньги. О деньгах мы в конце поговорим. Вот. Ну, давайте начнем разбирать данный косяк по всем вот этим трем составляющим. Первая конструкция. У меня вообще создалось полное впечатление, что делал данные наушники какой-то там стажер, которого наняли в компанию. Сказали, вот тебе задача на испытательный срок, сделай нам беспроводную игровую гарнитур. И он как-то ее сделал. Ну, стажер, хрен с него возьмешь. Вот так-то он это сделал, а потом, чуваки, в каком-то пьяном угаре, не знаю в чем, взяли и запустили это в производство. Какие здесь основные проблемы? Ну, первое, да, то есть, к самому оголовью проблем, ну, то есть, претензий особых нет. Дальше, вот эта вот конструкция, это единственная металлическая часть наушников, вот, и вот здесь вот, ну, не знаю, как показать, но, тем не менее, эта штука вся, предполагается, что должна довольно тонко регулировать, на самом деле, хрена лысого, да, то есть, как бы, вот. Ну, ладно, в принципе, у меня они, там, под мою голову, там, растянулись, да, то есть, на скорость не влияет, но, с другой стороны, тоже, как-то, вот, всегда берешь и думаешь, такой, а-а-а-а-а, блять. Следующий момент, вот, основной косяк, почему я говорю, что делал стажер. Вообще, у крепления чашек бывает несколько конструкций. Вот это, не помню, как она называется, да, то есть это вот тогда чашка вот так вот, точнее, как крепление подходит к чашке вот скобкой такой, да, то есть это довольно распространенная схема, и вот здесь вот самый главный косяк. То ли с подбором материалов накосячили, то ли еще с чем, да, то есть то ли там вот крепление само, как вот заходит это все в чашку, но в итоге гарнитура скрипит. И скрипит не по-детски. И ладно бы ты слышал этот скрип, так его слышно в микрофон, давайте попробую показать. То есть вот так вот я надел гарнитуру, и она скрипит в тот момент, когда я просто шевелю головой. Как так? Вы что, прикалываетесь, что ли? Да такой херни нету даже в самых дешевых китайских наушниках. Такого, в принципе, не может быть. Дальше, ну, собственно, тест на, как бы, как гарнитура сидит на голове. То есть, как видим, в принципе, там, мотнув головой, можно спокойно эти наушники с головы и снять. Дальше сейчас я пойду их смажу, да, потому что, ну, в принципе, этот косяк решается, да. То есть берем силиконовую смазку какую-нибудь, да, то есть как бы сюда немножечко капаем, и все. Пропадает, пока смазка не высохнет. Собственно, я последний раз операцию делал полгода назад, и вот за полгода опять заскрипели. Все, наушники смазал, теперь, по крайней мере, с этим можно как-то жить, не скрипят. Зато, правда, блядь, воняют теперь силиконом, а именно WD-40. Поэтому после смазки их еще там пару деньков надо выдержать. Вот, чтобы это все дело выветрилось. Далее, значит, по конструктиву, что, ну, есть удобная функция, да, то есть пуши раскладываются вот таким образом. Можно, соответственно, как бы повесить, вот, но выглядит все и ощущается как-то нелепо и по-дурацки. Но, тем не менее, есть, и это уже, ладно, более-менее хорошо, потому что в наушниках, когда вот так вот чашку нельзя повернуть, да, то есть это висит на шее, мне так неудобно, потому что шея толстая и дискомфортно. Вот, здесь, ладно, окей. Хоть какой-то плюс у них есть. Следующий момент. Амбушюры, да, то есть амбушюры здоровые, такие прямоугольные, что редко, на самом деле, встречаются. Ухо сюда даже у слона залетит нормально, соприкасаться ни с чем не будет. Кайф, с одной стороны. С другой стороны, как бы, как в большинстве продукции Logitech, амбушюры тканевые, да, то есть, как бы, вот, из такой вот сеточки, тут какой-то поролончик, не знаю, что там внутри, но никакого эффекта памяти у нее нет, но неважно. О чем это говорит? По идее, у подобных амбушюр, соответственно, есть плюс и есть минус. Плюс заключается в том, что комфортно в них сидеть, да, то есть, можно долго сидеть, и уши не потеют. А минус заключается в том, что, поскольку звукоизоляция, как бы, так себе, слышно окружающим, да, то есть, как бы, во что вы там играете, там, слушаете, т.п. Как бы, окружающие-то хрен бы с ними, да, то есть, как бы, но эти же звуки обратно залетают и в микрофон, да, то есть, как бы, поэтому, собственно, громкость приходится, либо громкость наушников приходится делать тише, либо чувствительность микрофона делать меньше, иначе появляется обратное эхо. Окей, так, что еще тут, что еще? Ну, по органам управления я тут говорить не буду, в принципе, как бы, особых претензий к ним нету. Гранитура, кстати, может работать в режиме подзарядки, то есть, если у вас уши там сели, они начинают пикать за, там, полчаса до этого, да, то есть, как бы, но, тем не менее, времени подзарядить не было, втыкаем шнур в микро-USB и продолжаем играть. То есть, в этой ситуации у нас наушники превращаются уже в проводные, в кавычках, да, но, тем не менее, играть можно. Теперь по звуку. Звук косячный. Не буду долго тут распинаться о том, там, насколько он сбалансированный, басы, не басы, и т.п. и т.д. В этом плане более-менее все нормально, да, то есть, как бы, опять же, делаем скидку на то, что это не какие-то там хай-энд наушники для прослушивания музыки, а игровая гарнитура, поэтому, как говорится, и тут накладываются свои, естественно, прибамбахи. Вот, но, тем не менее, основной косяк заключается в том, что они тихие, вот реально тихие, да, то есть, как бы, например, в том же самом PUBG, да, то есть, если их вывернуть на 100% громкости, то какие-то вещи можно банально просто не услышать, вот просто не услышать и все, да, то есть, как бы, да, там, когда пчелик уже в 10 метрах от тебя берет, ты, естественно, его слышишь, но там где-то там 20-30 метров ты его просто не услышишь, потому что, не потому что сцена неправильно прорабатывается, с этим было все в порядке, потому что просто тихо, и с этим я не знаю, что сделать, я уже писал об этом в поддержку Logitech, ничего не исправили, ни в каком апдейте, ни это не пофиксилось, просто тупо тихо. Далее, фирменный звук DTS, вообще полный отстой, да, ты, полный отстой, не юзать ни в коем случае. Тема про объемный звук, там, 7-1, DTS, Dolby, True Surround, там, Dolby Atmos и прочее-прочее в играх, это отдельная вообще тема для разговора, обязательно будет по ней тоже дополнительное видео, но я скажу вот так, в данной ситуации реализация полной говно, ну вот полное говно и все. Тут как бы вот, ну, все, обсуждать тут ничего, то есть эта функция абсолютно бесполезна, если вы хотели купить себе гарнитуру с поддержкой как раз объемного звучания, ни в коем случае не смотрите на это, потому что, ну, это говнище. В винде включите Sonic, да, то есть как бы, и будет вам счастья намного больше, чем вы включите один из режимов, которые внутри этой гарнитуры. Ну и последнее, это микрофон. Микрофон банально тихий. Давайте попробуем записать с него тест. Микрофон банально тихий, вот таким образом он звучит, звук, ну, довольно компрессированный, плоский. С другой стороны, а чего еще можно ожидать? При этом в софте по микрофону регулировок реально никаких. В прошлом году или когда там это произошло, компания Logitech приобрела компанию Blue, и теперь в новых G Pro Wireless, G733, там есть как бы фирменные настройщики Blue, которые позволяют вам поиграться с качеством самого микрофона, там всякие пресетики, там басы, туда-сюда, пятое-десятое, хрена лысого в этой гарнитуре нет. Хотя, чего уж проще, завези это в софте. С другой стороны, ну, понятно, как говорится, данная функция не была заявлена маркетологами, поэтому с чего бы мы ее будем добавлять. Но, тем не менее, есть только шум подавления. За это спасибо. Еще один косяк микрофона следующий. Не буду даже пытаться снять, все равно не увидите, но, тем не менее, есть красная лампочка, показывающая о том, что микрофон выключен. То есть, как бы, по идее, огонь. То есть, ну, в нормальных профессиональных гарнитурах так и сделано. То есть, как бы, чтобы ты не говорил с выключенным микрофоном, всегда есть индикация, которая тебе говорит о том, что микрофон у тебя не включен. Вот, поэтому лампочка горит такой, о, стопе, тыкнул, все, мы в эфире. Здесь что? Здесь в чем косяк? Лампочка загорается, когда микрофон действительно выключен. А в каком, как этого можно сделать? Да, то есть, это можно сделать с помощью кнопки на задней панели. Но, 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 это можно еще сделать, банально убрав микрофон наверх. Да, то есть, когда вы убираете микрофон наверх, он автоматом выключается обратно вниз, он автоматом включается, да, то есть, как бы, поэтому смысл в этой лампочке теряется полностью, да, то есть, нахрена мне, как бы, эта лампочка нужна? Если я вот так вот убрал, я знаю, передам микрофона, нет, зачем мне об этом лишний раз напоминать, что это вот, лампочка должна сказать моему виску, да, то есть, как бы, вот, но даже если вы будете это делать вот таким вот образом, да, то есть, через кнопку, да, лампочка настолько тусклая, что даже в полной темноте хрен вы ее увидите. Поэтому идея огонь, реализация давно. Что по итогу по рынку? По рынку сейчас гарнитура стоит у нас в районе 11 тысяч рублей. Вообще рынок стартует там где-то с отметки радиогарнитур, где-то примерно с отметки 5, потом он там плавненько так поднимается до там 15-18 тысяч рублей там за топовые модели, потом еще у нас есть за 33 с хвостом одни SteelSeries, и есть еще магнепланары Odyssey, да, там за 40 лет. Вот, но тем не менее, то есть, как бы, нормальные модели, они все-таки вот 15-20 тысяч рублей. Вот это стоит 11. Стоит ли она их со своих денег? Нет, ни в коем случае. Даже если уберут все косяки, связанные с конструкцией, да, то есть, уберут косяк программно, надеюсь, поправят, чтобы в игре не было тихо, да, то есть, как бы, и, опять же, там завезут какие-то настройки в микрофон, да, даже после всего этого красная цена этой гарнитуре 6 тысяч рублей. Поэтому стоит ли ее брать за 11? Нет, ни в коем случае. Да ее и за 6, по крайней мере, с этими косяками брать не стоит. Надеюсь, вам было всем это все полезно, и, как бы, никто после этого видео не совершит такую ошибку, купив подобную гарнитуру. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, лайки, колокольчики, все такое. Пока.